Добро пожаловать на канал о криптовалютах неолайф всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Так, до 11 июля 2022 года проходит IDO от команды разработчиков игры XWAR на базе XRP Ledger, построенной на модели Play2Earn, то есть играй и зарабатывай. И в рамках данного IDO можно заранее купить игровой токен XWAR по стабильной цене, который составляет 0.175 XRP. Приобрести токен можно на децентрализованной бирже Sologenic DEX и на данной бирже мы можем увидеть, что идет увеличение объемов по данной монете. Вы знаете, проекты на XRP Ledger пока не хайпятся, но после того, как XRP покажет рост, то монеты реальных проектов на XRP Ledger, одним из которых может стать XWAR, могут хорошо вырасти. Также команда XWAR твердо верит в будущее XRP и выбрала Ripple как одну из лучших компаний в криптопространстве. Более подробную информацию можно почитать на сайте игры, а также все ссылки будут в описании к видео. Еще одна новость. Visa запускает в Латинской Америке карты с поддержкой криптовалют и объявила, что хочет дать как можно большему количеству людей возможность использовать криптовалюты через свою платежную сеть. Криптовалютная экосистема продолжает развиваться и расширяться в Латинской Америке благодаря увеличению инвестиций и широкому принятию потребителями и большому количеству вариантов использования. Компания собирается предоставить клиентам Visa кэшбэк в размере 2% в биткоине за любые покупки. Visa уже долгое время проводит исследования потребительского восприятия и использования криптовалют, поскольку цифровые активы продолжают набирать популярность. Еще одна новость. Японская финансовая группа Sumitomo Mitsu ведет заключительные переговоры о приобретении около 10% акций SBI Holdings с целью развития своего бизнеса с ценными бумагами в рамках сделки, которая может стоить около 80 миллиардов иен, что составляет примерно 587 миллионов долларов. Почти всеми известное число 589, да? И как традиционная группа мегабанков, SMFG имеет солидную базу корпоративных клиентов в Японии, в то время как относительно новый SBI имеет множество молодых розничных клиентов. И объединив свои сильные стороны, обе компании стремятся углубить проникновение на внутренний рынок. И ожидается, что SBI выпустит новые акции для своего партнера. А как вы знаете, SBI активно продвигает криптовалюту XRP. Еще хочу пройтись по зарубежному твиттеру. Так, пользователь Enigma пишет, что в опубликованной главе «Банк международных расчетов» вообще не упоминает XRP Ledger или XRP, а упоминается любой другой блокчейн, такие как Ethereum, Bitcoin, Binance, Lanthron, Terra и другие. И есть всего один раздел, который может относиться к XRP Ledger. И он пишет, как можно в 2022 году написать отчет о криптографии и при описании очень чего-то похожего на XRP Ledger даже не упомянуть о существовании XRP Ledger, второго созданного блокчейна, связанного с компанией Ripple, чья криптолют XRP входит в топ-8 по рыночной капитализации. Что происходит? А документ Банка Международных расчетов подразумевает, что они будут использовать CORD, разрешенный для CBDC. CORD теперь использует для расчетов XDC. До этого он использовал XRP. Получается, они могут использовать и XDC, и XRP. И вариант использования, который видит он для XRP Ledger без разрешения публичного доступа, это трансграничные платежи. Чтобы связать CBDC, будет использоваться криптовалюта XRP. И любопытно, что именно эти две монеты, которые инсайдер Мистер Пул явно выделял из всех, были XRP и XDC. И также он пишет, что кажется, метафора «дерево» пришла из XINFIN. А XINFIN это как раз продвигает криптовалюту XDC. Также пользователь Лорд Ричард говорит, что некоторые до сих пор думают, что криптовалюты навсегда будут состоять только из биткоина и эфириума. Простите, говорит он, но вы не правы. А пользователь Баба-Яга пишет, что Банк Международных Расчетов представил новую будущую валютную систему. И время будет решать все. Также еще подошли новости от Flare. Как вы знаете, запуск состоится 4 июля. И после запуска основной сети Flare, первоначальное распределение Flare в размере 15% будет раздаваться претендентом на моментальный снимок от декабря 2020 года. А как только 75% от 15% Flare будет доступна для заявителей, мы проголосуем по нескольким предложениям по управлению. А делегировать Flare можно будет у компании FTSO без риска и это легко будет сделать. Также децентрализованные приложения будут доступны как можно быстрее. И ожидайте поэтапного развертывания F-активов. Также пользователь про насмех пишет, что я очень оптимистичен в отношении Avalanche Flare и XRP Ledger. Видя базовые технологии, инновации и проекты, которые строятся на их основе и активность в этих цепочках, я очень заволнован в будущем криптоиндустрии, пишет он. А пользователь Steadus выкладывает фото, где мы видим огромную рекламу XRP Ledger. И он пишет, что XRP Ledger — это книга, которая никогда не спит. Также не очень приятная новость от компании Google, которая продолжает вставлять палки в колеса авторам YouTube-каналов. И помимо отключения монетизации просмотров из России, теперь они еще отключили способ вывода денег через систему Rapido. И получается, что с каждым разом все хуже и хуже условия для YouTube-блогеров. Поэтому, если вам нравится мой контент, можете поддержать авторов по реквизитам в описании к видео. И в заключение данного ролика Кеннин Гуэн пишет, что когда судебный процесс Ripple закончится, то международные банки, компании по денежным переводам, финансовые учреждения и частный сектор будут конкурировать с вами, чтобы накопить и купить XRP. Помните правила спроса и предложения. Поздравляю всех будущих миллионеров. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, кто хочет может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok